Здравствуйте! Проектирование печатной платы заряда чувствительного усилителя для гамма-спектрометра. Принципиальная схема заряда чувствительного усилителя. Источником сигнала является кремниевый футомножитель. Заряд чувствительный усилитель имеет входной каскад на GFET транзисторе. Помимо самого заряда чувствительного усилителя, на плате размещается линейный регулятор напряжения с низким уровнем шумов и выходной P-фильтр. Также добавлены механические компоненты Mechanical Pads. Они необходимы для того, чтобы подключать к одному из guard-рингов EMI Shield. Крупным планом схема нашего заряда чувствительного усилителя. Заряд чувствительный усилитель нагружен на согласованную линию с выходным EDGE-разъемом SMA. Подчеркнуть правила проектирования и концепт можно из документа Analog Device MT-095. Из старого документа от National Semiconductor 1988 года можно узнать побольше что-то о guard-ринге. Guard-ринг это замкнутая проводящая поверхность, по которой не должны течь рабочие токи. Предназначен для сбора зарядов, переносимых токами утечки. Ну, например, вот так выглядит guard-ринг от Texas Instrument на их Evolution Board LMP7721. Обратите внимание, тут целых два guard-ринга. Один вокруг триаксиального разъема, а второй вокруг всего входного усилителя. И аналогичный концепт мы видим от Analog Devices. Три guard-ринга. Два EMI Shield, один установлен, второй нет. Также опять мы видим триаксиальный разъем. Обратите внимание, под guard-рингами вскрыта паяльная маска. Мы будем использовать EMI Shield от LeaderTech. Размер нашей печатной платы будет определяться креплением кремниевого фотоумножителя и подходящим размером шилда. Итак, печатная плата. Сторона топ. Как вы видите, слева расположен выходной разъем. Edge Connector SMA905. Справа расположены разъемы питания Enable. В средней части кремниевый фотоумножитель. Сторона bottom. Обратите внимание, раздельные земляные полигоны, соединенные звездой. Виден хорошо guard-ринг со стороны bottom. Вокруг анода и катода кремниевого фотоумножителя. Крупным планом. Сторона топ. Соединение звездой земель. Обратите внимание, возвратный проводник питания, то есть земля. Усилители. А идет отдельно. Смотрите, вскрыто. Заземляющие проводники и паяльная маска на обратной стороне под цепями, высоковыми цепями. Чтобы уменьшить утечку и емкость. Паразитную емкость. Здесь хорошо видно вскрытие паяльной маски. Вот в этой розовой области отсутствует паяльная маска на стороне top. Отсутствуют какие-либо заземляющие плоскости, кроме guard-ринга. Два guard-ринга. Один guard-ринга вокруг инвертирующего входа усилителя и затвора входного каскада G-FET транзистора. Второй guard-ринга вокруг высоковымного резистора и конденсатора обратной связи. Обратная сторона печатной платы. Вверху мы видим заземляющий полигон высоковольтной части. Соединение звездой. На этом слайде мы видим соединение звездой по цепи питания плюс 5 вольт. Вообще в аналоговой части на стороне top земля отсутствует. Только guard-ринги. Это сторона top. Вот этим сиреневым цветом показано, что нам надо пропаять. Вскрыта паяльная маска. И моделирование. Сторона top. Обратите внимание, держатели. И размещение компонентов. В правую верху высоковольтная часть цепи смещения. Напряжение 35 вольт. Кремниевый фотоумножитель. Кремниевый фотоумножитель на стороне bottom. Паяльная маска полигона земли вскрыты. Сторона bottom. Гвард ринг вокруг серого квадрата. Это кремниевый фотоумножитель. Вскрытие земляного полигона под высоковольтными цепями. И вскрытие паяльной маски. Как под выходным разъемом, так и под кремниевым фотоумножителем и высоковольтными цепями. Давайте посмотрим на видео. Может быть будет понятнее. 3D модель. Значит разъем. Edge connector SMA. Наш усилитель. Ширина дорожки под пин. SMA разъема одинаково. Везде по всей длине. Гвард ринги. Два гвард ринга. Кремниевый фотоумножитель. Высоковольтные пи-фильтры цепи смещения кремниевого фотоумножителя. ЛДО. Пи-фильтры ЛДО выходной. G-FET транзистор. Держатели иная экрана. Первый ринг. Сторона bottom. Охранное кольцо вокруг анода и катода кремниевого фотоумножителя. Вскрытие полигонов земли и маски под высокомными цепями. Вскрытие полигонов земли и маски под edge connector. Крупным планом. Звезда. Соединение земляных полигонов и цепей питания возвратных. Звезда. Соединение цепей 5 вольт аналоговой части. Гвард ринги. Проследим их трассировку. Обратите внимание, первый гвард ринг. Вот она, высокоомная цепь обратной связи. Охватывает катод и вернулась в одну точку. Никаких токов по этой цепи не течет. Второй гвард ринг охватывает затвор GFET транзистора и неинвертирующий вход операционного усилителя. Не забываем о необходимости скрытия паяльной маски. Ну, например, таким способом. Полигон cutout. И так же вскрываем паяльную маску на стороне bottom. И убираем все земли в области высокоомных цепей. Так как нам не будет видно, вот сейчас видно, да, где стоят пады держателей IMAI SHELDA, нам их не будет видно, все пропаивается, все внешнее охранное кольцо, в точке соединения, общее у них на разъеме выходном, то поставлены маркеры расположения держателей IMAI SHELDA. Область, в которой отсутствует паяльная маска на стороне top розовым цветом. Маркеры размещения держателей экрана. Спасибо за внимание. Увидимся. До свидания. Продолжение следует...